Друзья, тут снова на неприятельских ресурсах появилась интересная для нас информация. В прошлом нашем ролике мы вам рассказывали о якобы поставленных Украине, Германии новых крылатых ракетах для РСЗУ Хаймарс с дальностью 500 километров. Однако, в этот раз эту информацию перепечатали и не последние украинские сайты, и речь сейчас идет о том, что ВСУ якобы воюет под Херсоном на танках «Леопард-2». Не имеющие аналогов в мире телеграм-каналы сообщают, что ВСУ используют немецкие танки «Леопард» для контрнаступления. Официально о поставке танков немецкого производства «Леопард» не сообщалось. На Залесье допустили, что Украине их тайно предоставила Испания. В телеграм-каналах появились сообщения об использовании вооруженными силами Украины танков немецкого производства «Леопард» в ходе контрнаступлений на Херсонском направлении. Об этом в частности сообщил канал Рыбак. Дословно, на Херсонском направлении ВСУ сейчас перекинули весь ротный комплект испанских «Леопард-2А4» говорится в посте. При этом, автор не предоставил никаких фото или видеоподтверждение присутствия танков «Леопард» на фронте. Ранее, власти Испании заявляли, что собираются поставить вооружение немецкого производства Украине. Однако затем утверждали, что отказались от этих планов. В связи с этим, теперь на не имеющих аналогов в мире телеграм-каналы допускают, что Мадрид все же передал Киеву танки. Однако сделал это без публичной огласки. Другой, также не имеющий аналогов в мире телеграм-канал «Военный осведомитель», сообщил, что у него нет прямых или косвенных доказательств использования немецких танков украинскими вооруженными силами. Для тех, кто не в курсе, напомним, что в начале июня испанские СМИ сообщали о том, что официальный Мадрид планирует отправить в Украину немецкие танки «Леопард-2». По данным журналистов, военнослужащие могли получить 40 единиц техники, которые правда нуждаются в модернизации. Более того, в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал возможную отправку немецких танков «Леопард», однако не уточнил, какая именно страна Европы готова предоставить технику. В общем, друзья, если бы 40 таких танков реально появились у нашей армии мы бы, наверное, знали, хотя бог его знает, нам точно всего не сообщают. Сам же факт появления такой информации говорит о том, что в Залесе пытаются как-то оправдать Херсонский котел и Бавовну в Крыму. Поэтому и пишут такие новости, мол воюем с целой НАТО и ее техникой я не с Украиной, из-за чего вторая господи прости армия в мире не побеждает. Но друзья, как у нас говорят хайбудэ, пусть пишут, может хоть страх перед западной техникой поможет им принять благоразумное решение на акт доброй воли со всей территории Украины. Субтитры создавал DimaTorzok